В сегодняшнем выпуске «Узнавая еврейского Иисуса» вы узнаете о важности праздника Кучей и как он относится к вашей жизни сегодня. Оставайтесь с нами. Равин Шнайдер – это голос, взывающий в нашем потерянном мире и направляющий людей к Иисусу. Равина Шалом, я Синтия, жена Равина. Спасибо, что вы сегодня с нами. Я искренне верю, что сегодня вы получите от Бога что-то важное, если будете открыты к тому, чтобы услышать Его и познавать Его. Шалом, Еди Дим. Да благословит вас Бог. На иврите «Еди Дим» значит «возлюбленные». Меня зовут Равин Кеордж Шнайдер. Добро пожаловать на очень важный выпуск «Узнавая еврейского Иисуса». Я хотел бы начать эту программу с молитвы «Бог Отец, молюсь, чтобы ты наполнил меня своим духом. Пусть твое слово, Иисус, звучит через меня, как обоюдо острый меч во имя Ишуа во славу Бога Отца». В 60-х годах полным ходом шла революция хиппи. Но это было не единственным событием. В конце 60-х годов многие евреи пришли к вере. Это явление называлось революцией Иисуса. Множество молодежи, многие хиппи пришли к вере в Иисуса, и многие из этих хиппи были евреями. Евреи в огромных количествах приходили к вере. Конечно, их были не миллионы, но очень многие евреи пришли к вере именно в этот период. Однако, приходя в церковь, чаще всего они слышали такие слова «Вы больше не евреи, вам больше не нужно праздновать Песах, вы должны забыть обо всех своих еврейских традициях». Это привело к отчуждению всех новообращенных евреев. В этот же период сформировалось направление, получившее название «Мессианский иудаизм». Это было объединение, содружество собраний, которые хотели создать особую атмосферу, чтобы евреи могли прийти и поклониться Иисусу в знакомом им культурном контексте. С того дня начало свое распространение направления под названием «Мессианский иудаизм». Проще говоря, «Мессианский иудаизм» — это христианское движение. Мессианские евреи верят, что Иисус — это Христос, как верят и во все ортодоксальные доктрины евангельского христианства. Это лишь одно из направлений христианства, созданное для того, чтобы евреи могли поклоняться Иисусу в привычном им контексте. Я говорю об этом «возлюбленные дети Божии», потому что наряду с возникновением и развитием этого направления возник и побочный продукт. Суть его в том, что нееврейские церкви стали уделять больше внимания еврейским корням христианской веры. К примеру, с развитием мессианского движения все больше и больше верующих евреев стали посещать нееврейские церкви и учить, к примеру, о празднике Пасхи или о значении Господней Вечери накануне Пасхи. Нееврейские церкви приглашали верующих евреев рассказать о назначенных Господом днях, которые также называют праздничными днями Израиля. Со временем нееврейские церкви во всем мире стали все больше и больше постигать еврейские корни христианской веры. И это просто прекрасно. Помните, что сказал Иисус? Иешуа, самаритянке в 4 главе Евангелия от Иоанна, когда она завела разговор о духовном. Иисус сказал ей, «Женщина, ты не знаешь, чему кланяешься». Она не была еврейкой. Не принадлежала к 12 коленам Израиля. Иисус сказал, «Ты не знаешь, чему кланяешься». А мы знаем, чему кланяемся. Ибо спасение от иудеев. В послании к римлянам Павел имел в виду тот же феномен, когда писал, что церковь не евреев привита к маслине. Маслина — это писание, которое пришло из Израиля. Пророки, которые пришли из Израиля. И, наконец, сам Мессия. Иешуа из Назарета. Когда его распинали, над его головой висела табличка. Иисус из Назарета. Царь иудейский. Верующие не евреи, как писал Павел в послании к Ефесианам, привиты к обществу израильскому. Это понятия, которыми я только что с вами поделился, будут стартовой площадкой, чтобы мы могли продолжить серию под названием «Пророческое исполнение Божьих осенних праздников». Эта серия о пророческом исполнении Божьих осенних праздников — это основа основ для понимания еврейских корней христианской веры. Сегодня мы поговорим о празднике Кущей или Суккот. В этой серии я уже рассказывал о празднике Труп, также известном как Йом Труа или Роша Шана. Я говорил о Йом Кипури, Дни Искупления. Призываю вас просмотреть все выпуски этой серии. Сегодня мы поговорим о последнем в этой серии осеннем празднике — Суккот или празднике Кущей. Этот праздник — время радости. Начнем с того, что обратимся к истокам этого праздника и прочтем из 23 главы книги «Ва-Икра» или книги «Ревит». Послушайте, что сказано в Слове Божьем в этом основополагающем месте Писания. «Господь обращается к Израилю, объясняя, как нужно отмечать его святой праздник. «В кущах живите семь дней. Всякий туземец, израилетянин, должен жить в кущах, чтобы знали роды ваши, что в кущах поселил я сынов Израилевых, когда вывел их из земли египетской. Я, Господь, Бог ваш». Так что же получается, исходя из этого? Господь говорит своему народу в седьмой месяц моего календаря, который на иврите называется Тишарей, отмечайте праздник Кущей или праздник с Кенией. Господь дает много подробных инструкций, но я хочу сфокусироваться на том факте, что Господь повелевает своему народу жить в кущах, которые в единственном числе называются Сукка. А во множественном числе Суккот. Народ Божий должен жить в кущах в знак памяти на том времени, когда они жили в пустыне. Три с половиной тысячи лет назад, когда Господь вывел народ из Египта в землю обетованную, люди шли по пустыне 40 лет и жили во временных жилищах под названием Суккот. Напомню, если речь идет об одном таком жилище, оно называется Сука. Если речь идет о нескольких жилищах, их называют Суккот. Зачем Господь просит свой народ вплоть до сегодняшнего дня строить Суккот и жить в них по семь дней каждый год во время праздника кущей? В чем смысл? Возлюбленные. Когда я вхожу в такое жилище, его стены и крыша просматриваются насквозь. Они сделаны из природных материалов, веток и листьев, и потому получаются тонкими и полупрозрачными. Это всего лишь временное жилище. Суть вот в чем. Когда мы входим в свои Суккот, то подняв глаза, видим небо. Внутри стен такого жилища почти нет никаких вещей или обстановки. Все это напоминает нам, когда Божий народ 40 лет скитался по пустыне, единственным, до кого они могли положиться, был Бог. У них не было запасов продовольствия, а манны на земле хватало ровно на один день. Только в субботу они могли продолжать есть манну, собранную днем ранее. В остальные дни им приходилось собирать свежую манну. А если они пытались хранить эту манну, она портилась, и в ней заводились черви. Это означает, что каждый день им вновь приходилось полагаться на Бога и Его обеспечения. У них не было никаких запасов. Однако Бог был верен и заботился о них. И каждый год, когда я вхожу в свою сука, я напоминаю себе, что все, что мне действительно в жизни нужно, это только Бог. Даже если бы я все потерял, даже если бы вы все потеряли, возлюбленные мои, у вас по-прежнему есть сам Бог. Его достаточно. Он сверхъестественно позаботится о вас точно так же, как Он заботился об Израиле три с половиной тысячи лет назад. Помните, как Он дал людям воду из скалы? Он каждый день посыпал землю манной. Он сверхъестественно посылал им куропаток. Бог всегда был рядом с ними. Но сегодня я фокусируюсь не столько на обеспечении, и я фокусируюсь на другой мысли и хочу донести ее до каждого из вас, пока мы говорим о последнем из осенних праздников празднике Кущей или Суккот. В таких кущах жил весь Израиль. В пустыне располагались все племена, и каждая семья жила в своем сука. Однако в центре стана стояли главные кущи — Скиния. Господь подробно рассказал Ноисею, когда тот поднялся на вершину горы Синай, как построить такую Скинию. На иврите она называется Мишкан. Кто-то из вас уже что-то знает о Скинии. Другие слышат это слово впервые. Сейчас я прочту вам из 25 главы книги Исход. Вы услышите, какие наставления Бог дал Моисею и народу Израиля по поводу строительства Скинии, чтобы он мог жить со своим народом. Послушайте Слово Божие, а я расскажу, как оно относится к вам лично. Итак, это 25 глава книги Исход. Первый стих, а далее восьмой и девятый стихи. «И сказал Господь Моисею, говоря, «И устроят они мне святилище, и буду обитать». Запомните это слово «обитать посреди их все, как я показываю тебе». И образец Скинии, и образец всех сосудов ее так и сделается. Обратите особое внимание на эти слова Господа. «И устроят они мне святилище, и внимание, буду обитать, посреди их». Говоря о празднике Кущей, мы помним, что каждая семья селилась в своем временном жилище, в своем временном убежище. Но среди всех этих временных жилищ было жилище Бога, это Скиния. И он подробно рассказал Моисею, как же ее построить. Зачем Моисею нужно было строить Скинию? Слушайте внимательно. Чтобы сам Бог, Бог Израиля, Яхве, мог жить, мог обитать со своим народом. Сам Бог хочет обитать с вами. Именно на этой теме я и хочу сегодня сфокусироваться. Дело не в том, что может сделать для нас Бог. Размышляя о наших отношениях с Господом, мы чаще всего так благодарны Отцу и благодарны Иисусу за то, что мы можем Ему молиться, за то, что Он любит нас, но мы зачастую не понимаем, что дело не в том, что Он может для нас делать. Дело в том, что сам Бог Яхве, Бог Отец нашего Господа Иисуса Христа, радуется и получает огромное удовольствие от наших с Ним отношений. Когда мы любим Его, Он радуется, потому что хочет обитать со своим народом. Он получает удовольствие, разделяя с Ним жизнь. Вот на чем я сегодня сфокусирован. Но прежде чем сказать о практическом значении, хочу немного поговорить о культурном контексте библейского осеннего Божьего праздника Кущей или Суккот. Теперь немного сменим тему, чтобы заложить историческое основание. Вы знали, что в Писании сказано только об одном празднике, который Божий народ и евреи и неевреи будут отмечать вместе в период, который Писание называет Тысячелетним Царством. Я повторю. В книге Откровения мы читаем о периоде в тысячу лет, когда Бог будет править на земле. Он наступит после Армагеддона. Однако сейчас у нас нет времени подробно поговорить о последнем времени. Мы читаем в книге Откровения, что придет время, когда Иисус свяжет дьявола на тысячу лет. Тот не сможет действовать на земле, потому что Иисус установит на земле свое царство. Это называется Тысячелетнее Царство. В 14 главе книги Захария сказано, что в то время, когда царь Иисус утвердит свое царство и власть на этой земле, все, кто любит его, все, кто знает его, и евреи, и неевреи, будут поклоняться ему во время праздника Кущей. Не евреи со всего мира, которые верят в Бога, будут поклоняться ему по-особенному во время праздника Кущей. Сейчас я прочту из 14 главы книги Захария. Это 16 стих и далее 20 с 21. А вот что здесь сказано о концепции, которую я сейчас с вами поделился. Затем все остальные из всех народов, приходивших против Иерусалима, будут приходить из года в год для поклонения царю, Господу Саваофу и для празднования праздника Кущей. В то время даже на конских уборах будет начертана святыня Господу, и котлы в Доме Господнем будут как жертвенные чаши перед алтарем. И все котлы в Иерусалиме и Иудеи будут святынью Господа Саваофа. И не будет более ни одного хананея в Доме Господа Саваофа в тот день. Таково описание тысячелетнего царства. Читая эту главу Захарии, мы видим, что период правления Господа на земле, когда даже сосуды будут священны, наступит после Армагеддона, когда Бог придет и уничтожит своих врагов. Я хотел подготовить почву, чтобы помочь вам понять. Даже если вы не еврей, праздник Кущей касается вас напрямую. Мы читаем, что во время тысячелетнего царства верующие не евреи будут поклоняться Господу во время праздника Кущей или Суккот. Теперь хочу перейти к последней на сегодня концепции. Мы изучаем пророческое отношение праздника Кущей к нашей жизни сегодня. Обратимся к 21-й главе книги Откровения и прочтем с 3-го по 5-й стих. Я хочу обратить ваше внимание на такую мысль. Господь обитал посреди древнего Израиля в Скинии и был видим для народа. Возлюбленная церковь, три с половиной тысячи лет назад в пустыне в течение сорока лет над Скинией было видимое пребывание Бога Яхве. Днем оно проявлялось в виде облака славы над Скинией. Когда день сменялся ночью, облако славы превращалось в столб огня. Видимое присутствие Бога среди стана древнего Израиля продолжалось в течение сорока лет. Люди видели Бога как столб огня ночью и облако славы днем. Суть в том, что Бог Отец показывал своему народу, что Он обитал среди них. Пророческое применение, которому я подвожу в понимании, насколько близок к вам Бог. Послушайте Слово Божие. Это Откровение. 21 глава с 3 по 5 стих. Это то самое место, которое говорит нам о важности праздников Божиих. И услышал я громкий голос с неба говорящий «Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут его народом, и сам Бог с ними будет Богом их, и отрет Бог всякую слезу сочей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. И сказал сидящий на престоле, «Се творю все новое». И говорит мне, напиши, ибо слова сии истины и верны. Суть в том, что прямо сейчас мы находимся между двумя временными периодами. Размышляя о празднике Кущи, мы первым делом думаем об изначальном историческом контексте. Сам Бог обитал со своим народом три с половиной тысячи лет назад, пока они сорок лет бродили по пустыне, видимым образом демонстрируя свое присутствие в виде облака славы и огня. В двадцать первой главе Книги Откровения сказано, что когда мы придем на небеса, Бог явит нам себя во всей полноте. Он будет обитать со своим народом и утрет всякую слезу с их глаз. Теперь вопрос, в какой фазе мы сейчас находимся? Как Бог обитает с нами сегодня? Я хочу ответить вам прекрасными словами из Писания. Описывая рождение Иисуса, Исайя писал, что мы назовем его Эммануил, что значит «С нами Бог». Помните, даже если сейчас мы не на небесах, Бог здесь. Он намного ближе к вам, чем вам кажется. Бог желает пробудить вас и помочь вам понять, насколько Он ко всем нам близок. Я верю, что в следующем выпуске программы Господь пробудит нас и поможет нам увидеть, насколько Он к нам близок. Я дам вам несколько инструментов откровения и понимания, которые помогут вам осознать, что Бог ближе, чем вы думаете. Бог действительно действует очень часто. Он говорит и стучит в двери нашего сердца, но мы Его не узнаем и не слышим Его. Я также покажу, что Бог очень близок к вам, даже в простых обыденных ситуациях вашей жизни, поэтому не пропустите этот выпуск. Там я буду продолжать тему скинии и говорить о том, что Бог желает обитать со своим народом. Я чувствую, что Бог хочет сказать вам, я люблю тебя, я так тебя люблю, я поведу тебя к более сильным переживаниям и осознанию того, что я рядом с тобою. Мы рады, что вы сегодня с нами, и мы хотели бы молиться о вас. Присылайте нам свои нужды по почте или через наш сайт. Адреса сайта указаны на экране. Наша молитвенная группа собирается каждый понедельник, чтобы молиться отдельно о каждой нужде. Если у вас есть свидетельство того, как служение узнавая еврейского Иисуса изменило вашу жизнь, мы приглашаем вас рассказать вашу историю на нашем сайте в разделе «Свидетельства». Также мы благодарим вас за молитвенную и финансовую поддержку. Поддерживая служение узнавая еврейского Иисуса, вы становитесь партнером Бога в строительстве Его Царства. Его Царства Главное Иисусе Господь дал Моисею конкретные инструкции, как благословлять народ в книге чисел 6 главе. Господь сказал Моисею, «Так благословляй народ Израиля, провозглашая над ними. Яхве да благословит вас и да сохранит, и да презрит Яхве светлым лицом своим на вас, и да будет милостив к вам, да обратит Яхве лицо свое на вас, и да даст вам Яхве свой мир». Господь сказал, «Так, благословляй сынов Израиля, я нареку имя мое над ними». Я хочу произнести это благословение, вашу жизнь возлюбленная. Бог Отец да продолжает непрестанно передавать вам себя Духом Своим во имя Иешуа. Он любит вас и всегда будет любить. Иешуа Бог Отец да продолжает непрестанно передавать вам себя Духом Своим во имя Иешуа, нашего Мессии. Он любит вас и всегда будет любить. Да благословит вас Бог во имя Иисуса. Шалом. Вы смотрите эту программу сегодня и понимаете, что в вашем сердце что-то происходит. Вы чувствуете, что Бог что-то делает вашим сердцем. И вы даже не знаете, как на это реагировать. Я хочу, чтобы вы знали, что Иисус стучит ваше сердце. Иисус говорит, «Се, стою у двери и стучу. Если отворишь мне, я войду, и мы будем жить вместе». Если вы хотите прямо сейчас пригласить Иисуса ваше сердце, то все, что вам нужно сделать, это сказать, «Иисус, пожалуйста, прости меня. Я грешник. Войди в мою жизнь. Спаси меня. Я хочу следовать за тобой». Если вы молились сейчас этой молитвой, сообщите нам об этом. И также, если вы хотите больше узнать об Иисусе, зайдите на наш сайт. В следующем выпуске Равин Шнайдер будет учить вас о том, что каждый человек должен приближаться к Богу в его скинии. Не пропустите следующий выпуск нашей программы. Помните, я говорил вам, что каждая часть скинии несет в себе пророческую картину нашего хождения с Богом. Значение скинии привнесло немало смысла в наше спасение. Во время общения с этими драгоценными людьми происходило сверхъестественное излияние помазания. Это обучение нации, поскольку он проповедовал людям, принимающим важные решения. И я верю, что эта земля изменится, потому что ее лидеры наставлены в Божьих путях. Если вы сейчас принимаете решение отдать свою жизнь Иисусу, то я прошу вас повторить за мной эти слова. Отец Бог. Я молюсь о том, чтобы Бог благословил его еще больше, чтобы он мог идти по всему миру и проповедовать Евангелие. Думаю, благодаря ему многие люди получат спасение. Равен Шнайдер как Иоанн Креститель. Он готовит путь для Иисуса Христа. Только что вы видели, что происходило в Сороте, Уганда. Спасибо, что вы помогли мне послужить здесь. Это плодотворная почва. Завтра мы будем крестить более 900 человек, уверовавших в ходе этого Крусейда. Я благодарю вас за ваше участие в этом служении. Да благословит вас Бог. Шалом. Возлюбленная, что мне нравится в учении о Божьих осенних праздниках, так это то, что они применимы сегодня для каждого из Божьих детей. Не только для еврейского народа, но также и для язычников. И для тех из вас, кто является верующим в Иисуса из язычников. Этот праздник крайне важен для вас, потому что он учит нас о личности Мессии Иисуса. Бог Отец желает, чтобы вся церковь понимала иудейские корни христианской веры. Поэтому Иисус сказал женщине у колодца, «Женщина, вы не знаете, кому вы поклоняетесь, а мы знаем, потому что спасение от иудеев. Господь поднял меня, чтобы я мог учить его народ, его церковь, иудейским корням христианской веры. Бог желает, чтобы мы поклонялись ему не только в духе, но и в истине». Если вы хотите стать нашим партнером, то отправляйте свои пожертвования по адресу, который вы видите на экране, или же вы можете сделать это на нашем веб-сайте. В благодарность мы вышлем вам аудиопроповедь Равина Шнайдера, а также наш информационный бюллетень, чтобы больше узнать об этом служении, а также ознакомиться с материалами, написанными Равином Шнайдером и мессианской музыкой от Джошуа Джеймса, заходите на наш сайт. Смотрите программу «Узнавая еврейского Иисуса» как хотите и где хотите. Просматривайте на Фейсбуке еженедельные послания Равина «Семена откровений». Смотрите полные выпуски на Ютюбе. Загружайте учения Равина через наше мобильное приложение, а также читайте особые письма от Синтии.